МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Выпускные в школах пройдут в очном формате. Роспотребнадзор смягчил ковидные ограничения. Опасный паразит, чем грозит укус клещан. Готов к труду и обороне. На Икаре прошел летний фестиваль комплекса ГТО. Далее расскажем обо всем подробно. Кванториум Саров и Саровский филиал МГУ имени Ломоносова подписали соглашение о сотрудничестве. Руководители образовательных организаций встретились в Нижнем Новгороде с министром образования, науки и социальной политики региона Ольгой Петровой. В ходе встречи участники наметили векторы совместной работы и подписали соглашение о сотрудничестве. По мнению участников встречи, разрабатываемые сотрудниками МГУ кейс-задания уже сейчас позволяют кванторианцам решать научно-практические задачи на более высоком уровне, что в перспективе позволит достойно представлять проекты нижегородских ребят на мероприятиях всероссийского и международного уровня. Магистранты и сотрудники филиала МГУ в Сарове сопровождают проекты, которые школьники разрабатывают в детском технопарке. Такая работа уже приносит результаты. В общей копилке филиала МГУ и Кванториума есть совместно реализованные инициативы. Так весной дети из хайтек-квантума создали прототип узла для CCD-камеры, который теперь используется для исследований в лаборатории адаптивной оптики МГУ Саров. Подписное соглашение закрепило на бумаге партнерские отношения, которые уже сложились между учреждениями. Также оно стало поводом обсудить новые варианты сотрудничества и важным шагом в развитии системы преемственности образования от школьной скамьи до научной карьеры. Сначала в Саровском филиале МГУ, а затем в Росатоме или будущем национальном центре физики и математики. Более тысячи укусов клещей уже зарегистрированы в Нижегородской области в этом году. Май – время их наибольшей активности, когда нужно быть особенно внимательными при посещении лесов и парков. Не все городские территории обработаны, и клеща можно поймать даже на газоне. Региональный Роспотребнадзор провел прямой эфир в официальной группе «Объясняем.РФ» во Вконтакте, где рассказали о профилактике клещевого энцефалита и о том, как правильно сдавать клеща на исследовании. 5-6 случаев заражения энцефалитом и до 200 случаев боррелиозы ежегодно регистрируют в регионе. На первый взгляд, безобидный клещ может стать переносчиком опасного недуга. Основная мера профилактики – вакцинация. Прививку нужно повторять каждые три года. Защитить от энцефалита может и иммуноглобулин. Его вводят после укуса клеща. Впрочем, прежде чем получить дозу препарата, клеща нужно исследовать. Его вводят, действительно, в случае присоснования клеща. Но надо понимать, что это может произойти неоднократно за лето. И, конечно, вводить такие серьезные препараты каждую неделю не есть полезным для здоровья. Соответственно, рекомендуем сначала сделать исследование клеща. И только если он положительный, то в этом случае, именно на антиген клещевого энцефалита, в этом случае провести профилактику. Самое важное – сделать укол иммуноглобулина не позднее четвертого дня после укуса клеща. Поэтому паразита важно как можно быстрее сдать на исследование. Делать это нужно правильно, собрав все части клеща. Кроме того, важное условие для корректных результатов исследования – влажность клеща. Постарайтесь сохранить его влажность. Для этого мы рекомендуем в баночку с закрытой крышкой класть кусочек ватки, не листочки. Кормить его не надо. А вот именно кусочек влажной ватки, чтобы он сохранил свою влажность. Потому что, когда привозят сухие клещи, там, как правило, не всегда достоверны результаты. Своевременное исследование клеща поможет защитить от переносимых им инфекций и свести вероятность осложнений к минимуму. Если у вас нет возможности сдать паразита на анализ, вам необходимо внимательно наблюдать за своим состоянием. Любое недомогание в первое время после укуса – повод обратиться к специалисту. Следите за собой в течение трех недель, измеряйте температуру утром и вечером, потому что инкубационный период в основных клещевых инфекциях составляет три недели. И вот в течение трех недель появление симптоматики подобной ОРВИ, надо обязательно врачу сказать, что был факт присасывания. Головная боль, высокая температура, слезотечение – все это может быть симптомами заражения энцефалитом, если до этого вас укусил клещ. Важно вовремя обратиться к врачу, так как болезнь приводит к тяжелым и необратимым последствиям. Исследовать клеща на инфекции можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Сарова. Клещей принимают с 8 утра до 4 вечера. Кроме выходных и праздничных дней по адресу улица Духова, дом 22, телефон 7-71-62. Горячей воды временно не будет в части домов нового района. Связано это с ремонтными работами. 23 мая горячей воды не будет на Зернова в четных домах со 2 по 18-й. 25 мая на Зернова дома 28, 30 и 32 и улицы Арзамасской, дом 2. 27 мая на Зернова 45, Арзамасской, 1 и на Матросово, дом 2. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дети до 7 лет включительно получат бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения. Такой законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении. Напомним, что раньше это право было у детей до 5 лет, а скидки на проезд детей от 5 до 7 лет в электричках действуют только в некоторых регионах. Школьники с 7 лет в большинстве регионов получают на проезд скидку 50%. В городском наземном транспорте уже сейчас дети до 7 лет за проезд не платят. Подростки молодежи Сарова могут трудоустроиться на лето. В июне Центр внешкольной работы взобновит проект «Дворовая практика». В нескольких районах города на различных площадках каждый будний день для школьников будут проходить игры, конкурсы, викторинные квесты. Поработать в роли аниматоров и помощников педагогов могут молодые люди и девушки, активные и творческие. По вопросам трудоустройства звоните 98104-98100. Площадки планируют открыть по адресам улицы Юности 31, Московская 25, Казамазово 10, стадион 10-й школы, Куйбышево 3, Коробка Сокол. Площадка по улице Павлика Морозова в районе Дома 14. Спектакль «Свободный Тибет» Саровского драматического театра вошел в число конкурсантов Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Арт-миграция». Осенью Саровскую постановку представят жюри в Екатеринбурге. «Свободный Тибет» вырос из эскиза, поставленного на творческой лаборатории в рамках проекта «Театр наций» – «Театром атомных городов». Спектакль стал лауреатом регионального театрального фестиваля «Премьера сезона» в этом году и получил главный приз. В этом году последние звонки в школах могут пройти в очном формате. Об этом заявил журналистом министр просвещения Сергей Кравцов. Чиновник отметил, что последние звонки в школах – традиция нашей системы образования, такая же, как и проведение выпускных вечеров 25 июня. В Сарове последний звонок для выпускников прозвенит в субботу, 21 мая. Кроме того, возвращается привычный детский и летний отдых. Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения в детских загородных лагерях, а значит, вновь разрешена стопроцентная заполняемость. Отменили работу в закрытом режиме и требования к одномоментному заезду детей и персонала. Снят запрет выхода и выезда детей за пределы организации. Теперь можно проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, а обследование персонала на COVID-19 перед началом каждой смены остается только для организации отдыха детей с оздоровлением и с круглосуточным пребыванием. Детская школа искусств объявила набор на новый учебный год. Среди направлений, на которые можно отдать ребенка – хореография, архитектура, вокал и игра на музыкальных инструментах. Вести занятия будут как опытные педагоги, так и молодые специалисты, которые работают в школе совсем недавно, но уже добились в своем деле больших успехов. Дарья Неганова пришла работать в детскую школу искусств в марте и сразу же включилась в процесс обучения. В третьем классе хореографического отделения девушка ведет подготовку концертных номеров, помогает разучить движения в современном и классическом танце. Также молодой педагог ведет современный танец у старших ребят и занимается с подготовительной группой. А в этом году Дарья будет набирать первый класс. У нас первый-второй класс – это ритмика и гимнастика. Мы их подготавливаем, их тело к хореографии. Дальше у нас идет классический танец, народный и уже в 7-8 класс это современный танец. Большое внимание Дарья планирует уделять конкурсной деятельности воспитанников. Участие в творческих соревнованиях – неотъемлемая часть обучения. Выступление на различных конкурсных площадках дает мотивацию совершенствовать мастерство. На хореографическое отделение принимают в 6,5 лет. Главное, чтобы у ребенка было желание танцевать. Для поступления необходимо пройти небольшое собеседование. В первую очередь педагоги будут обращать внимание на хореографические данные и музыкальный слух. Как они могут проявить себя. Некоторые детки боятся, стесняются. У некоторых даже бывает, что до слез, когда что-то не получается. Мы, конечно, стараемся брать всех и в процессе обучения все это исправлять и давать возможность развиваться дальше. В этом году учеников набирает и Анастасия Кох. Она также молодой специалист, работает третий год. Но за это время девушка вырастила уже нескольких лауреатов региональных и всероссийских конкурсов. Ребят постарше педагог набирает на трехлетнюю программу. Они там получат базовые навыки игры на гитаре. Малышей берет на восьмилетнюю предпрофессиональную программу. После нее можно будет уже получать среднее или высшее музыкальное образование. Самое главное для преподавателя, считает Анастасия, найти контакт с ребенком. Мне кажется, что если ты дружишь со своим учеником, то все будет идти как по маслу. Гитара – инструмент популярный и распространенный. Умением играть на нем мало кого удивишь. А вот баян – другое дело. Существует некий стереотип. Если говорят о баяне, значит, речь идет о фольклорной музыке. Однако в детской школе искусств утверждают – это не так. В репертуаре педагога и воспитанников и народные, и современные произведения. Кроме того, только игрой на музыкальном инструменте программа не ограничивается. Здесь комплекс предметов. Есть специальный инструмент – это баян. Потом у них есть сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки и хор. Потом еще у них добавляется оркестр. Игра на любом музыкальном инструменте расширяет общий кругозор, уверен еще один молодой педагог ДШИ – Надежда Бабикова. Приходя на занятия, ребенок как будто попадает в совершенно другой мир, полный гармонии и созвучия. К тому же, руки музыки развивают память и эмоциональное состояние юных воспитанников. С помощью музыки он сможет выражать свои эмоции, как грусть, так и радость. Координацию очень развивает, в частности, игра на инструменте, на фортепиано я имею в виду, потому что там нужно играть и правой, и левой рукой, и педаль нажимать ногой. То есть это очень развивает координационно. Ну и также, конечно, мышление логическое. Узнать подробную информацию о поступлении и познакомиться с полным списком направлений можно на сайте Детской школы искусств. В ближайшую пятницу библиотека имени Пушкина приглашает маленьких читателей и их родителей на Библию «Сумерки». Этот ежегодный творческий вечер в этот раз будет посвящен культуре и традициям народов России. Подробности далее. Книги, народное искусство и творчество. Погрузиться в мир русских традиций, поближе узнать свою культуру, можно в Детской библиотеке имени Пушкина. В пятницу, 20 мая, в рамках ежегодной семейной акции «Библию «Сумерки» Пушкинка приглашают ребят и их родителей на интерактивно-познавательную программу «Хоровод традиций». Для всех пришедших в этот день в Пушкинку будут организованы интерактивные площадки, на которых, к примеру, можно будет узнать об элементах русского народного костюма и даже его примерить. А в уголке традиций семейного застолья все участники узнают, что значит привечать гостей, как нужно почитать взрослых и как нужно вести себя за столом. В библиотеке будут работать игровые и интерактивные площадки. Для всех гостей проведут мастер-классы. Под руководством взрослых дети своими руками смогут смастерить народную куклу «Зайчик на пальчик», «Матрешку», а также научатся по-разному завязывать платок. Юные читатели также могут попробовать себя в качестве артистов театра и сыграть в спектакле по любимым народным сказкам. Еще в преддверии акции «Библио Сумерки» в нашей группе ВКонтакте «Пушкин Косоров» проходит онлайн-челлендж «Любимый герой народной сказки». И все участники этого челленджа в пятницу станут участниками беспроигрышной сказочной лотереи. Приглашаем вас на нашу семейную акцию «Библио Сумерки-2022». В течение всего вечера в Пушкинке будут работать фотозона, книжная ярмарка и кинозал «Мульт Россия». Мероприятие пройдет с 16 часов до половины девятого вечера, без возрастных ограничений. На стадионе «Икар» прошел летний фестиваль ГТО среди школ. Мальчишки и девчонки соревновались в беге, подтягивались, отжимались, прыгали в длину с места. Ребята, оставшие призерами в личном первенстве, получили дипломы, медали и сувениры комплекса ГТО. Спортивные способности у Веры Каянкиной заметили преподаватели, поэтому ученицу школы номер 13 приглашают поучаствовать в летнем фестивале ГТО второй год подряд. В этот раз юная спортсменка была серьезно настроена показать лучший результат и получить золотой значок ГТО. В прошлом году мы отжимались, мальчики подтягивались, бегали также. Мне больше нравится подтягивание, потому что это мне легче всего получается. Ежегодный летний фестиваль ГТО прошел на стадионе ИКАР. Между собой соревновались команды школ города. Дети от 9 до 17 лет пробовали силы по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. Разные виды испытаний. Сегодня такие, как бег на короткие дистанции 60 метров, бег на длинные дистанции будет от километра до 3 километров, тоже в зависимости от возраста ребенка. Метание снаряда спортивного в длину, прыжок с места в длину, отжимания, подтягивания. Призовые места судей распределяли по возрастным группам, в командам и личным первенствах. А результаты всех испытаний ребята смогут увидеть в своем личном кабинете участника ГТО. Выполняете нормативы ГТО, которые обязательно вам помогут в будущем. Даже уже в этом году принято решение на уровне правительства, что не только за золотой знак, отличие к ГТО будет присваиваться дополнительный балл при поступлении в вузы, но еще серебряный и бронзовый. Поэтому все знаки имеют свою ценность. По итогам общекомандного зачета Кубок летнего фестиваля ГТО за первое место получила команда школа номер 11. А призеров личного первенства наградили дипломами, медалями и сувенирами комплекса ГТО. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok